Библейский портал экзегет.ру представляет Писал бы про офисы, в которых сидят клерки Но тогда жизнь была немножко другая Поэтому он пишет о земледельцах, о металлургах и о гончарах Вот 18 глава начинается с образа гончара Который изготавливает глиняную посуду Вот слово, которое было и реме от Господа Иди в дом гончара, и там я поведаю тебе мое слово Я пошел в дом гончара и увидел, как он делает свою работу на гончарном круге Все, наверное, представляют Это одно из великих изобретений человечества Когда вращается круг от ножного привода И можно руками придавать форму Кувшину, чему-то еще Сразу со всех сторон, пока он крутится Его формировать Не получился у него сосуд, который он лепил из глины И гончар переделал его в другой сосуд Как считал правильным Ну, естественно, если что-то пошло не так Глина мягкая, податливая Что проще, смяли ее пластилин в детстве Все, наверное, играли И вылепили из той же самой глины что-то другое Вполне знакомый образ И было мне слово Господне Разве я не могу сделать с тобой, род Израилев, то, что делает этот гончар? Говорит Господь Что глина в руках гончара, то и ты в моей руке, род Израилев Оказывается, вот как То есть, они-то думают, мы народ Божий В смысле, он нас бережет, вот какие мы есть, такие мы ему и цены А Еремеев говорит, нет Вы народ Божий в том смысле, в каком у гончара глина гончара То есть, это материал, из которого он созидает по своему замыслу Я могу, продолжает Господь, в один миг принять решение о народе и лицаросте Вырвать его с корнем, повергнуть и уничтожить Но если народ, которому я предрек, это отступит от своего зла То и я передумаю Не пошлю бедствия, которые я хотел обрушить на этот народ Вот всегда есть представление, там, о судьбе, о роке, о фатуме По-разному это называется Да и волю Божью часто так воспринимают Ну, на все волю Божью, то есть, что мы можем сделать А Господь говорит, вот, зло, но оно не предопределено Никакого рока, фатума, судьбы, необходимости Это следствие ваших поступков Измените поступки, изменится следствие Отступит от своего зла Вот и я передумаю, не пошлю бедствия, которые я хотел обрушить на этот народ Я могу в один миг принять решение о народе и лицарстве Укрепить его и укоренить Но если тот народ совершит зло предо мной И не станет повиноваться моему голосу То и я передумаю, не пошлю благо, которым хотел одарить его Опять-таки, легко думать, мы богоизбранный народ Или, там, мы какие-то благочестливые люди Мы, там, не знаю, церковные какие-нибудь еще Поэтому нас это все не касается Он говорит, а все зависит от поведения Теперь скажи людям иудеям, жителям Иерусалима Так говорит Господь Я гончар, я творю вам беду, против вас мой замысел Пусть каждый из вас оставит злой путь Вы сделаете благими ваши пути и деяния Это очень важный момент, что Все эти пророчества о бедах И Господь постоянно подчеркивает Это призыв изменить поведение Это не анализ футуролога Вот через 50 лет, я не знаю, на планете закончится Нефть и газ или что-нибудь там Какие-нибудь вредные вещества Очень большой будет их процент в атмосфере Нет, это другое, это призыв Давайте прекратим отравлять нашу атмосферу А иначе все будет очень плохо Вот так и здесь Скажет, а не пустое Мы будем делать то, что желаем Все мы будем поступать по упрямству своих злых сердец Вообще нормальная человеческая реакция Да движитесь от меня со всеми этими вашими штуками Я знаю, что я делаю Потому так, говорит Господь, у народов спросите Кто слыхал о таком Вы живете, как все народы Вы живете, ничем не отличаете от других Давайте посмотрим, как они живут Творит ужасное Дева Израилева Разве покидает скалистые слоны снег Ливана Ну вот на самых высоких вершинах На горе Хермон, например, лежит снег Ну не весь год, но значительную его часть Разве иссякают горные воды, холодные потоки Но меня народ мой не помнит Воскуряет богам ничтожным С пути своего он сбился с древней дороги И теперь идет по тропинке по земле неровной То есть Господь настолько же естествен для Израиля Как снег для горной вершины Землю свою он обрек на ужас, на позор вечный Кто пройдет мимо, ужаснется, головой покачает Я словно ветер восточной рассею их пред врагами Не лицом обращусь к ним, а спиной в день их бедствия Ну это очередное пророчество И, конечно, людям все это не нравится Особенно духовным лидерам Особенно тем, кто думает, что это они определяют Будущее иудейского народа Но они сказали Пойдем, сговоримся против Иеремии Чтоб закон оставался у священников Совет у мудрецов, слово у пророков Кто он такой, этот Иеремия У меня справка есть Я священник, или я пророк, или кто-то еще Я в штатном расписании А этот кто такой Вот у нас слово Пойдем, оклевещим его и не станем слушать ни единого его слова И все-таки он говорит правду Поэтому единственный способ его заткнуть Это его оклеветать Ну или они надеются, что это способ его заткнуть Тут уже крик Иеремия Услышь меня, о Господи, и врагов моих послушай То есть сам разберись Вот кто из нас говорит, что Неужели за добро платят зло? Мне на погибель они вырли яму Вспомни, я стоял пред тобой И просил для них блага, чтобы отвести от них твою ярость А он все время это делает И жалуется Богу Сколько можно, вот, говорится Грозные страшные пророчества Потому обреки детей Их на голод на острие меча бросих Здесь как-то хочется сказать, Иеремия Ну ты уж потише Детей это не надо Но это Ветхий Завет В нем победа над врагом Означает уничтожение этого врага Вместе с его потомством Новый Завет это изменит Да, но пока мы в Ветхом Жены их пусть обдавеют Детей лишатся Мужей пусть смерть настигнет Пусть юноши на войне от меча погибнут Вот Иеремию так достало Что он уже сам начинает желать того Что он пытается каким-то образом Отпихнуть от себя Вот как его достало В этом есть некоторая ирония Вот как только Иеремию стали обижать Он сам стал грознее, чем Господь Пророчествует против этих людей А пока его не обижали Он хотел с ними как-то помириться Из домов их пусть стоны раздаются Тогда ты приведешь внезапно на них полчище Ибо они вырли яму, чтобы поймать меня Сеть для ног моих расставили Иеремия не очень скромный человек Он очень смиренный Но при этом он не очень скромный Скажете, так не бывает парадоксально Смотрите, перед Богом Он себя совершенно никак не выставляет Каким-то великим человеком Но он считает, что он для Бога ценнее Чем вот все эти люди, которые против него А почему? Да Бог сам ему так сказал в конце концов И много раз в этой книге Ибо они вырли яму, чтобы поймать меня Сеть для ног моих расставили Ты, Господь, знаешь, что они против меня Замышляют мне на погибель Не прощаем преступления На грехи их не закрывай очи Пусть повержены пред тобой будут Так поступи с ними в час твоего гнева Но эта молитва здесь оставится без ответа То, что в 19 главе вряд ли мы можем счесть ответом Это будет очередная история Про гончарные изделия Про глиняные сосуды Это будет в 19 главе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!